Фонд Евразия представляет серию обучающих видеоматериалов, описывающих основу мониторинга и оценки проектов для негосударственных некоммерческих организаций ННО. Тема 2. Результаты и индикаторы измерения. Ожидаемые результаты проекта – это изменения, которые должны произойти вследствие внедряемого проекта. Результаты бывают разных уровней, в зависимости от того, измеряют ли они изменения на уровне мероприятий, задач или цели проекта. Рассмотрим вышесказанное, применяя методику цепочки результатов. Для проектной деятельности нам нужен вклад, необходимые ресурсы на реализацию мероприятий. Персонал проводит ряд мероприятий, чтобы трансформировать вложенные ресурсы в результат. Первичный уровень результатов – это непосредственные изменения, к которым привели проведенные мероприятия. Это могут быть продукты, услуги, знания, навыки и другие непосредственные результаты. Изменения на уровне задач – это конечные результаты проекта. Обычно это изменения поведения, отношения или практик целевой группы. А вот положительные изменения ситуации в обществе, сообществе, вследствие воздействия конечных результатов проекта на проблему – это достигнутая цель проекта или воздействие. Это ожидаемый отдаленный эффект проекта и наивысший уровень результатов, зависящий от множественных факторов. Отдаленный эффект не всегда достижим и применим не для всех проектов. А по каким признакам мы узнаем, насколько приблизились к ожидаемым результатам проекта? Достигнуты они или нет? В этом нам помогут индикаторы – показатели, которые выражают изменения, вызванные проектом и показывают, что мы достигли ожидаемых результатов. Индикаторы в основном выражаются в числах – количество, процент, пропорция и так далее. И бывают количественные или качественные – в зависимости от того, какие характеристики проекта они измеряют. Количественные индикаторы выражают изменения количественных характеристик и имеют количественное выражение. Например, количество женщин, ставших жертвами гендерного насилия, которые получили социальную и правовую помощь со стороны ННО. Или процент детей с инвалидностью, которые закончили начальную школу. Качественные индикаторы измеряют изменения качественных характеристик, которые нельзя непосредственно выразить в цифрах. Однако можно разработать индикаторы, количественно измеряющих качественные характеристики. Например, процент членов местного сообщества, сообщивших о росте доверия к ННО, работающих по вопросам гендерного насилия и гендерного неравенства, измеряет улучшение отношений. Процент жертв гендерного насилия, ЖГН, сообщивших об удовлетворенности качеством социальных услуг, предоставляемых проектом, измеряет удовлетворение услугами. В зависимости от того, какие изменения измеряются, различают индикаторы вклада, процесса, выхода, продукта, результатов и воздействия. Один результат может описываться рядом индикаторов. Однако нужно быть реалистичным и избегать обширных списков индикаторов. Обычно достаточно иметь до трех индикаторов на каждую задачу. Проекты используют в основном индикаторы выхода, продукта, результатов и воздействия. Для начала разработайте список возможных индикаторов, а затем оцените индикаторы и выберите наиболее подходящие из них, используя смарт-подход, от английского specific, конкретный, точно и понятно измеряет конкретный результат, measurable, измеримый, четко определенный и измеряемый, achievable, достижимый. Измерение является возможным и реалистичным в контексте доступных ресурсов и имеющихся данных. Relevant – актуальный, предоставляет информацию, которая наилучшим образом подходит для измерения запланированного результата. Time-bound – ограниченный во времени, определяет конкретные временные рамки измерения. Давайте рассмотрим, как оценивать индикаторы по вышеперечисленным критериям SMART на примере одной из наиболее часто встречающихся ошибок. Конечный результат проекта. ЖГН получают доход от предпринимательской деятельности в швейном производстве. И индикатор результата для его измерения – процент ЖГН, которые сообщили, что занимаются предпринимательской швейной деятельностью. С первого взгляда это хорошо сформулированный индикатор. Но предоставляет ли он информацию, точно подходящую для измерения ожидаемого результата? На самом деле нет, потому что заниматься предпринимательской деятельностью и получать доход – это разные вещи. Конечно, очень важно, что женщины занимаются предпринимательством, применяя знания и навыки, которые приобрели и в рамках проекта. Но этот индикатор не измеряет конечный результат, который мы ожидаем, то есть увлечение доходов. Более точным индикатором в этом случае будет процент ЖГН, которые получают доход от реализованной швейной продукции. Важно учитывать, что индикаторы разрабатываются на стадии планирования, но могут корректироваться и в ходе внедрения проекта, чтобы обеспечить достоверную, необходимую и своевременную информацию для МИО и управления проектом, ориентируясь на результат.